Вольность и себе перестановок не позволяет и во всех последних матчах. У мадридцев сегодня Тибу Куртуа в воротах 25 номер, в центре обороны действует Рафаэль Варан 4 номер и... Вот расстановка, также 4-3-3 играет и Аякс, но сначала Сутиеш, 31-й Николас Тольяфика, вот расстановка, блин, де Лихт, центр обороны. Кстати, это в том числе проблема и для сборной может быть. Посмотрим и на сборную, в том числе, впереди у голландца. В первом матче это бросалось в глаза, когда молодой и очень быстрый Аякс Реалу доставил массу проблем. И Реал должен быть... Ну, разговоров по-прежнему много. Пока эпизод борьбы в центре поля и здесь нарушает... Реал прессингует, Реал не собирается выпускать соперника из-под своего давления. Карим Бензима все-таки получает во второй фазе этой атаки мяч и зарабатывает первой главой. Атаку направо, у Васкиса есть пространство. Высокая подача, опасно перекладина! Да! Или даже бывал на передовой в такого рода моментах под головой. Мы на чемпионате мира в этом убедились, да и в составе матридского Реала. Он успел его накрыть и это, конечно, был супер голевой шанс. Варан здорово играет. Вот еще раз, как Варан абсолютно без помех наносил этот удар. Мазрауин. И переходит Аякс в контратаку. Серкио Ригелон, оставшийся здесь в центре караул. Мяч достается Реалу. Модрич. Очень изящно Модрич. Дважды в развитии этого эпизода сыграл пяткой. Путже создает момент. Опасно. И гол Аякс забивает в первой атаке. И даже момента вроде не было, но подключился один из лучших бомбардиров голландского чемпионата, голландского футбола. Хаким Зиеш и вогнал мяч в дальний угол. Вот, пожалуйста, Реал в обороне со всеми вытекающими отсюда прелестями. Но он не играл в обороне еще. В этом эпизоде оказался Тони Кросс. Большой, большой и пламенный ему привет. В Москве привез себе гол в Лужниках. И здесь зазевался. Отобрали у него мяч. Это Тадич здорово поборолся. И Зиеш уже не имел права промахиваться. Да, это сложная достаточно проблема для мадридского Реала. Она зрела давно. И сейчас в половине без владения. Просто с давлением. Варан через короткий пас Реал выходит до поры до времени. Да, другой, даже проиграв дома, он претендует на большее. Вот еще одна атака. Там Казимиру перехватил. Получится ли быстро, да можно. Ох, как здорово увидел. Кросс, пауза. Еще одна. Это уже слишком было. Блинт, конечно. Говорите, он был самым легендарным голландским футболистом Нерис. Красота. Красота какая. Уже Реалу никак не попасть в эту кмату. Блинт опять выбивает за боковую. Но Реал... Все-таки... Ну, Гаррет Бейл вообще разочарование многих лет для Мадридска. Это у него пока с ударом не очень. Ну, а сейчас поторопился с решением. Кобенземано и Васкес. И Венисио с угловой. В результате. Хорошая контратака получилась. Венисио с местью Васкес. Еще один заброс в штрафную площадь. И снова Варан бьет. Вот так после двух углов. Это был Роналду. А продолжает атаковать имена Аякси. Еще один момент. Можно простреливать вдоль ворот. Нет. Здесь Варан. На кс-ворот. Зидановский. Мы увидели передача. Опасно. Удар. Гол. 2-0. 2-0. Аякс ведет на Сантьяго Бернабеу. И забивает Нереси. Какой пас. Легкий. Свободный. Удивительный момент. Как Аякс теперь стал реализовывать то, что происходит. Кстати, эти люди в красном. Это же как раз. Боличцы Аякса. А Реал, по-моему, напрасно выходил в этих красных тужурках из под трибунки. Дваком, который открывался. И сейчас пойдет, конечно. Регелон. Прострел низом. Слишком просто. Несистемное. Пока Лукас Васкис подает. Да, мы радовались. Проград. Какой пас. Нереси ходит к воротам. Опасно. Удар. Пустые ворота были. Но вырезал с левой ноги немного. С вот этими своими качествами смелостью, прежде всего, скоростью. Когда Лукас Васкис бьет. И здесь Анана здорово играет. Ну а Аякс как раз в боли важен и первый гол, и удача, которая тебе сопутствует сразу. Ну и вообще роль эпизода. По-моему, съешь был. Да, да, да. С левой ноги передача. И она ведь не предсказ... Фолк нападения. С левой ноги передача. С левой ноги передача. КОНЕЦ. Продолжение следует...